Здравствуйте, меня зовут Артём Иванов. Я создатель и руководитель компании Avimesta. Мы строим лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. Это четвёртое видео из целой серии про встраиваемую акустику. Сегодня я расскажу про различные модели акустики, предназначенные для встраивания в потолок. Постараюсь захватить основные популярные бренды. В бой! Напомню, что на моём канале уже вышло видео, которое описывает плюсы и минусы встраиваемой акустике, основную терминологию и особенности встраиваемых колонок. Также на канале вы можете найти видео про колонки, встраиваемые в стены. Они значительно отличаются по дизайну и конструкции от потолочных вариантов. Их в этом видео я описывать не буду. Здесь опишу ключевые особенности самых популярных брендов. Часть из выводов будет пересекаться с идеями из видео про стройку в стены. Чтобы построить любую аудиосистему на основе встраиваемой акустики, клиенту приходится довериться инсталлятору или продавцу. Потому что послушать готовую систему на основе встройки невозможно. Чтобы встройку протестировать, нужно построить целую комнату, заложить в неё все необходимые провода и высверлить пачку отверстий. Поэтому главное, на что буду опираться в этом видео, это опыт установки и субъективное восприятие полученного результата. Как и в предыдущих видео, перейдём на чёрно-белый. Хорошей системой для меня является такая, которая вызывает улыбку клиента. Вся индустрия домашних развлечений существует ради того, чтобы покупатель кайфовал от использования системы, наслаждался проведённым с ней временем. Характеристики не имеют никакого смысла, если глаза покупателя не загораются, как у ребёнка, когда всё готово и работает. Поэтому все колонки я оцениваю так. Зажглись от них чёртики в глазах клиента, доверившегося мне, значит крутая штука. Скучно, значит не стоит стоять. Так как потолочную встройку делают все, кому не лень, рассматривать её по брендам, как видео про встройку для стен, я не буду. Вместо этого обозначу цели, для которых может использоваться потолочная встройка, и опишу самые достойные колонки, соответствующие этим целям. И начну с самой неочевидной цели – организации полноценного домашнего кинотеатра на основе только потолочной акустики. Главная проблема любых потолочных встраиваемых колонок – это то, что человеческое ухо, даже если по нему пробежалась семья медведей, прекрасно определяет источник опасности, читая направление, откуда приходит звук. В домашнем кинотеатре базовый слой должен находиться на уровне ушей или экрана, иначе мозг не будет воспринимать звук как неотъемлемую часть происходящего на экране. Иначе не будет того самого погружения в кино, ради которого домашние кинотеатры и затевают. Существуют колонки, которые встраиваются в потолок, но за счёт своей конструкции умеют как бы опускать звук на уровень зрителя. Варианта три. Встройка с ручной регулировкой направления твиттера, встройка, в которой эсченча звено утоплено и находится под углом, и корпусные многополосные колонки, изначально спроектированные для того, чтобы опустить звук максимально эффективно. С них и начнём. Почему не каждый производитель делает такие замечательные потолочные колонки, если все понимают, что они работают самым эффективным образом? Причина номер один – это большая глубина подобной акустики. Именно глубина ограничивает спрос на них. Всё-таки в квартире редко когда 20 см за потолком найдётся. Причина номер два – это простота конструкции классической потолочной встройки. Для большинства производителей потолочная коксиальная встройка – это динамики из их классических систем, втиснутые в какую-то систему крепления. А то и вовсе ОЕМ-продукты. А для корпусной встройки приходится с нуля динамики разрабатывать, что затратной может не окупиться. Читай причину номер один. Здесь надо предупредить об одном недостатке таких колонок. В каком, спросите ли? Вся корпусная встройка за счёт ограничений своей конструкции имеет ярко выраженный подъём АЧХ где-то от 120 до 200 Гц. Физика говорит, что это следствие резонансов внутри тонкого корпуса. Но мне кажется, инженеры специально оставляют эту неравномерность, чтобы колонки казались басовитыми в том диапазоне, который они ещё могут без проблем воспроизводить. Поэтому любая корпусная встройка требует ресивера с хорошей системой автокалибровки. Дирак может и не обязателен, но последняя версия Odyssey крайне рекомендуется. Бренд номер один для меня, когда заходит речь о корпусной потолочной акустике, это французский Focal. Колонки такого типа есть во всех трёх сериях кастом инсталл продуктов этого бренда. Знакомьтесь! Focal 100 ICLC-R5, Focal 300 ICLC-R5 и Focal 1000 ICLC-R5. Я три раза сказал ICLC-R5. Конструкция у всех трёх схожая. Это корпусные трёхполосные системы, в которых высокочастотное и среднечастотное звенья смотрят на зрителя. А низкочастотники, звук от которых воспринимается менее направленным, повёрнуты в противоположную сторону. Корпусные означают, что для их установки не нужна никакая подготовка потолка. Вырезал отверстия, установил колонки и получил результат. Хотя по звуку три модели сильно отличаются друг от друга, потому что построены на динамиках разных ценовых категорий. 100 серия — это Chora, 300 серия — это Aria, а 1000 — это драйверы из топовых high-end серий. 100 серия — это хороший звук, который устроит непредвзятого пользователя. Она, кстати, не такая уж глубокая, всего 15 см вместо 20 у старших братьев. 300 серия — это колонки, которые получили последнюю, выдававшуюся на данный момент премию Aiza за встраиваемые колонки. Акустика, которая удивляет полноценностью своего повествования. Выдающийся продукт, от которого я лично без ума. Представьте себе, у них даже не чувствуется той самой попсовой неравномерности в районе 150 Гц. Тысячную серию пока ни разу не слышал, потому что в России она уж очень дорого стоит. Второй бренд, который годами производит колонки этого типа — это американская компания Definitive Technology. Первые колонки этого типа, которые я увидел и услышал в своей жизни. Выпускаются практически без изменений долгие годы. Ставили их в миллион проектов и каждый раз довольны. По качеству звучания где-то на уровне сотой серии Focala. Не такие мягкие, но более нейтральные и точные. Здесь глубина те же 15 сантиметров, что у Focala. Играют вообще с любым ресивером. Я бы их назвал самой нетребовательной акустикой на рынке. Хочешь с Yamaha недорогой, хочешь с Denner, да хоть с Arkham или NAD. Главное, что они умеют делать хорошо, это создавать эффект, будто колонки находятся ниже уровня потолка. Есть колонки для LCR-каналов UEW, RCS2 и RCS3. Они отличаются размером и басовидностью. Есть колонки бипольные для использования в качестве surround UEW, RCS2 и RCS3. Полный модельный ряд, в котором есть из чего выбрать. Если клиент просит меня уложить полностью встраиваемую систему в небольшой бюджет, эта серия Definitive первая, что приходит мне на ум. Единственный недостаток – грили без магнитов, которые должны аккуратно зайти в пазы, чтобы держаться на колонке. Не доверяйте их установку строителям, они постоянно их гнут и портят. Других недостатков нет. Третий бренд, который делает такие колонки – это Bowers & Wilkins. Есть целый модельный ряд, как и у Focala. У Zulco BMW есть множество поклонников, к которым я не отношусь. Это хорошие колонки, которые продаются дороже своих прямых конкурентов, например, от Focala. BMW UC7 7.3 S2 с динамиками от 700 серии на данный момент имеет розничную цену в 285 тысяч рублей. То есть больше, чем в полтора раза дороже аналогичных по классу 300 фокалов. Да и к усилению они более требовательные, а глубина у них не меньше. В общем, преимуществ, вправдывающих их цену, я не имею. Есть такие колонки и в серии Reference от легендарного американского производителя, встраиваемой акустики Sonant R1C и R1C Sart. Но, как и в случае с BMW, они слишком дорого стоят. Неоправданно дорого. Последний бренд, на который сделаю акцент – Sonos Faber Palladio. Бескорпусные потолочные колонки с направленными под углом драйверами, которые способны удивительным образом погрузить вас в мир чарующего звука Sonos Faber, даже находясь в потолке. Дорого стоят, но своих денег стоит. Вообще не для кино, но музыку могут играть расчудить. А что делать, если на музыку плевать и хочется только кино? Обратите внимание на модели от JBL Synthesis – SCL5 и SCL8. Теоретически, это модели двухполосные, которые стоило бы отнести к следующему, более простому типу потолочных строек. Но, учитывая их технологичность, учитывая компрессионные драйверы и способность играть на референсных уровнях, язык сделать этого не поворачивается. Это суперистические колонки, эффект от которых достигается за счет сложной конструкции рассеивателей. Своих денег, безусловно, стоят. Правда, лучше всего играют со своим же усилением. Еще здесь могли бы быть клипш серии THX, но они по глубине больше 22 см. Это уже совсем перебор. Хотя играют, как любой клипш THX, нереально круто. Итак, если у вас есть возможность, а под возможность я понимаю не столько финансовую, сколько наличие необходимого пространства за потолком, установить корпусную потолочную акустику LCR-типа, стоит это сделать. Она, конечно, не даст такой эффект, как колонки того же уровня, находящиеся на одной с вами высоте, но эмоций подарят массу. Перейдем к следующему типу. Двухполосные колонки с установленными под углом драйверами. Это младшие братья колонок, которые мы рассматривали до этого. Менее дорогие и менее глубокие варианты, которые при этом могут справиться с главной задачей подобных колонок. Опустить звук с небес на землю. И первый бренд, на который стоит обратить внимание в этой категории – Мартин Логан. У компании бесконечное количество модельных рядов стройки, и в каждом из них присутствует одна-две модели, предназначенные для использования в качестве LCR-канала. Как уже говорил в прошлом видео, нейтральности и плоскости амплитудно-частотной характеристики здесь нет и в помине. Они играют, как им хочется, но делают это довольно-таки увлекательно и красиво. Они способны играть и музыку, и кино, способны играть громко и тихо. И по цене почти не изменились 24 февраля, что делает их классной выгодной покупкой. Повторю, по качеству звучания есть на любой вкус. Нормально слушать можно те, что начинаются где-то от 40 тысяч рублей за штуку. Второй бренд, который любит производить подобную акустику, тоже из Америки – Клипш. Если Лоплоп сравнивать линейки Клипш и Мартин Логан, 99 людей из 100 выберут Клипш. Он правильнее, динамичнее, он мощнее и красивее играет. А еще он тоньше за счет другой конструкции. Как говорил в предыдущем видео, есть серия референс-премьер-дизайнер, которую можно брать абсолютно всем и под любые задачи. И есть серия референс-дизайнер, которая попроще, но все равно интереснее конкурентов. К сожалению, на данный момент Клипш в Россию не едет. Из-за дефицита ли компонентов, из-за политической ли конъюнктуры, но встройку Клипш в стране не купить. У нас на складе осталось несколько моделей, но мало. Обращайтесь, если вам будет интересно. Идем дальше. Какие компании еще остались? В Америке этот вид колонок делают почти все производители. Есть они в модельном ряду. Paradigm, PSB, Sonnans, Polk и других брендов. Но по соотношению цена-качество они будут уступать Клипш и Мартин Логан. Поэтому рассматривать их я бы не встал. В Европе со встройкой тоже развлекаются все, кому не лень. Но с наклонными драйверами выделить можно разве что снова Sonos Faber. Музыкальные ли они? Да. Стал бы я их советовать ставить клиенту? Пожалуй, нет. Опять же, из-за довольно высокой цены. Лучше уж тогда полноценный LCR-канал поставить. Итак, когда стоит смотреть на коаксиальные или двухполосные круглые колонки с драйверами, расположенными под углом? Их стоит смотреть, когда полноценная потолочная LCR-акустика не влезает. Все-таки они менее глубокие. Их стоит смотреть, когда потолочная LCR-акустика не влезает в бюджет. Их стоит смотреть всегда, когда LCR-акустика вам почему-то не подходит. Но фронтальную и центральную колонку приходится размещать в потолке. Другое дело, что чаще всего разница в цене между круглыми и полноценными квадратными LCR-колонками не очень-то велика. И покупка их не будет эффективной. Definitive Technology не переиграют клипши, если вставить их в перегородку и запустить в шоуруме. Но в реальном помещении удовольствия от них вы получите намного больше. Поэтому пойдем дальше. К самой распространенной категории. Классической потолочной встраиваемой акустики. Кратко напомню основные положения, которые уже говорил в предыдущих выпусках. Делают коаксиальную стройку почти все производители. Потому что это дешево. Некоторые даже запускают ОЕМ-производство ради кастомин-стал направления. Потому что оборот этой категории на развитых рынок огромен. А претензии к качеству звучания возникает очень редко. Увидел клиент в стройку Dino Audio за 25 тысяч рублей. И сразу захотел ее купить. Он же знает, что Dino Audio это дорого и классно. А тут всего 20 тысяч. Другое дело, что максимально классного результата во встраиваемой акустике добиваются те производители. Которые, во-первых, самостоятельно выпускают драйверы. А во-вторых, которые все-таки вкладываются в R&D данных продуктов. Про кого здесь не буду говорить. Сейчас будет очень смешно, потому что я буду очень долго говорить про то, про что я не буду говорить. Я тебя об этом и говорила. Ну, ну, так, да. Ну, хорошо, это будет раздел, что не надо брать. Во-первых, про Мартин, Логан и Клипш. Все, что я говорил про них раньше, актуально и для классической коаксиальной встройки. Их брать стоит. Большинство моделей можно и нужно брать, особенно не раздумывая. Потому что столько звука с такие деньги можно получить только у пары европейских производителей. Например, у Kifa. Добавлю только, что классическая коаксиальная встройка американских брендов хоть по качеству звука и играет круто без всяких коробов, но для сохранения нервов соседей их все-таки лучше в корпуса поставить. Они в обе стороны играют абсолютно одинаково. Не буду говорить про OSD Black. В предыдущем видео рассказывал, что это OEM-производитель колонок, которые штампуют дешевые колонки для половины рынка. Они завели свой бренд и довольно успешно его продают. Но всегда в той же ценовой категории можно найти что-нибудь более достойное и более интересное. Еще не буду говорить про DALI. В оптимальных по соотношению цена-качество моделях потолочно встраиваемых колонок DALI не используют коаксиальную структуру, размещая твиттер рядом с вуфером, как на обычной колонке. Это делает их колонки слишком большими, слишком притягивающими внимание. А ведь главная задача любой встройки – быть незаметной. Круглая встройка DALI мне как-то не заходит. Не знаю, в чем дело. Мне кажется, в странном дешевом креплении, которое не обеспечивает нужную выображать вязку с поверхностью установки. Не знаю. Очень странно. Не хочу говорить про Magnat и Polk Audio. У них нет вообще ничего общего в звуке. Но все варианты от этих брендов, которые можно посоветовать купить, это самые бюджетные модели, которые выбираются по принципу «что есть в наличии, то и купили». Они что-то играют, и иногда даже неплохо, учитывая их стоимость. Но как только модели этих брендов пересекают отметку 25 тысяч рублей за колонку, брать их совсем не хочется, потому что от лидеров рынка они остаются очень сильно. Еще один немецкий бренд – Kenton. Тоже про него не хочу говорить, представляете? С ним нам предстоит жить долго и счастливо, потому что это один из немногих производителей, который не обращает внимания на санкции и продолжает грузить товар в любых доступных количествах. Классическая встройка у них, надо признать, неплохая. Неплохая, но не особенно хорошая. В ресторан бы повесил, а домой какой-то она жестковатый, не особенно объемный, не очень рассеянный звук дает. Так как в этом видео я говорю только про лучших, ее опустим. Бренд, о котором я бы хотел сказать, но не буду в контесте встраиваемой акустике – это Yama или Jama. Это достаточно старый датский бренд с армией преданных поклонников в нашей стране. Любят у нас датский звук, как ни крути. И встройка-то у них кайфовая, что самое обидное. Но на стойке дистрибьютора уже года полтора-два шаром покатили. Нынешние владельцы бренда, концерн Clipsch, отвели ему бюджетную европейскую нишу, не давая инженерам выпускать снискавшую любовь и популярность моделей потолочной встройки, в которых по четыре твиттера, представляете? Слишком сложно, слишком много конкуренции с материнским брендом, видимо. Если где-то найдете – классные колонки. Ну и пару слов опять про Bowers, понимаешь, Wilkins. Еще раз повторю, что не считаю колонки этого бренда рациональной покупкой, потому что абсолютно все модели продаются дороже своих прямых конкурентов. Фирменный звук есть. Странный ли он? Да, советую ли я его клиентам, только если у них дома BMW, который им нравится. Было у нас три случая абсолютно одинаковых с тремя разными клиентами. Все три говорили, что они хотят только колонки BMW. Потому что у них была такая стройка, и когда они ее поменяли на BMW, вот тогда только оно заиграло. Прикол был в том, что во всех трех случаях им делали сначала какой-то убогий дешман, а потом ставили ультрадорогую BMW. Но, как в случае, знаете, раньше были любители телевизоров Sony, вот они не понимают, что им поменяли что-то дешевое на что-то дорогое, поэтому заиграло, а не потому что это BMW. Итак, кто на свете всех коаксиальней? Правильно, дети, английская компания KEP. Забавно, что другим компаниям приходится придумывать, как аккуратно Twitter перед вуфером разместить, а KEP может просто брать готовые динамики с фирменной технологией Uniq, приделывать к ним кроссоверы покомпактнее, и вуаля! True Original English Custom Install. Читеры они, в общем. А если серьезно, стройка от KEP это очень и очень хорошо. Она достаточно тонкая, около 10 сантиметров, у нее потрясающая дисперсия, то есть звук очень рассеянный и ненаправленный. Это предельно нейтральное по характеру, как весь KEP. Главное, не берите начальные модели, которые C или E-series. То есть в маркировке моделей после цифры, обозначающей размер, должна стоять буква Q, а не C или E. В Q-серии стоят те же самые динамики, которые так всем нравятся в классической акустике KEP. Еще одна настоятельная рекомендация – это встройка KEP THX. Так же, как в случае с колонками, встраиваемыми в стены, это полноценный THX-продукт, которым гордится не только вендор, но и сама компания THX. Играют они потрясающе. И цены сейчас на уровне меньшем, чем до 24 февраля, потому что дистрибьютор опустил их вслед за снижением курса доллара. Как и американцы, стройка KEF нормально себя чувствует в открытых пространствах, без корпусов. Но у моделей с линейкой Q и THX воспроизведение баса сильно улучшается, если поместить колонку в короб. Размеры коробов указаны для всех моделей на сайте производителя. Бренд номер два, который стоит выделить – это монитор аудио. Еще одни англичане, которые обращают огромное внимание на кастом инсталл. Простите, что повторяю слова, сказанные в предыдущем видео, но это и правда встройка для тех, кому нравится фирменное звучание монитора аудио. Они очень интересно играют, звонко и весело, объемно и очень увлекательно. Самые классные модели имеют в названии буквы IDC, которая означает использование фирменного модуля VHSC, значительно повышающего детальность воспроизведения. Мы чаще используем KEF, потому что у монитора аудио колонки все-таки поглубже. Там, где KEF укладывается в 98 мм, мониторам нужно где-то 120 мм. И не всегда они есть. Но покупая любую устройку монитора аудио, вы не ошибетесь – плохих моделей у них нет. Корпуса для них настоятельно рекомендуются. Производитель предлагает короба для всех своих моделей, только стоят они слишком дорого, поэтому мы всегда изготавливаем их самостоятельно. Бренд номер три – снова Focal. Снова три серии – сотая, трехсотая и тысячная. И снова хочу сфокусировать ваше внимание на трехсотой. Сказал про нее уже очень много, поэтому кратко. Это обалденные колонки, которые являются такими обалденными, потому что в них динамики от дорогих классических колонок поставили. Главная характеристика – очень приятный и мягкий обволакивающий звук, под который так и хочется залезть вечером, как под одеяло, и не выключать, пока не заснешь. Сотая серия в классической встройке тоже классная, ее тоже стоит рассмотреть. В отличие от американских брендов, для встройки Focal короба реально необязательны. Видимо, сказывается то, что этот бренд динамики разрабатывает и для установки в машины, поэтому колонка себя хорошо чувствует в любых условиях. Бренд номер четыре – Sonance. Производитель, сделавший современную встраиваемую акустику столь популярной. Бренд, который использует компания Sonance, чтобы производить свои встраиваемые решения. Бренд, в ассортименте которого можно найти колонки абсолютно любого размера и абсолютно любого назначения. С задачей вмифонового звука, пожалуй, никто не справится лучше моделей Sonance, начиная со среднего уровня. У меня дома стоит встройка именно этого бренда, представляете? Если уж такой любитель клепшей и дали себе их поставил, поверьте, качество у них ого-го. Другое дело, что после 24 февраля этот бренд стал стоить столько, что теперь я бы его себе не купил. И опять про короба. Чтобы Sonance не говорил про их ненужность для своих продуктов в Штатах, без коробов ставить не стоит. С коробами играть настолько сочнее, что и словами не передать. Резюмируем. Что брать, если нужна классическая потолочная встройка? Кеф, Монитор Аудио, Фокл, Клипш, Мартин Логан, Sonance. Существует еще примерно миллион брендов, у которых также можно найти достойные потолочные колонки. Но эти – топчик. Это не последний эпизод нашего сериала про встраиваемую акустику, но, если честно, я от нее немного устал. Так что сделаем паузу. Главное, что нужно о ней знать – обратитесь к профессионалам, которые смогут провести вас через все сложности и хитрости этого товара. Напишите, о каких еще деталях и скрытых подводных камнях в встраиваемой акустике вы хотели бы узнать. И стоит ли делать отдельный выпуск про встраиваемые сабвуферы. Обращайтесь к нам, мы строим кинотеатры по всей России и будем рады вам помочь. Мы поможем вам построить систему, которая будет нравиться и подойдет именно вам. До новых встреч!